Буквально несколько дней назад на канале АПОГОВОРИТЬ вышло видео Почему мне дается учить английский? Легкий способ выучить любой язык слэш наук. И после выхода мама родная горела на весь ELT. Все настоящие профессионалы уже давно написали свои посты. И казалось бы, помечено как наука, то есть нужно звать к себе на канал людей, которые непосредственно связаны с наукой. Например, ученые. Но я понимаю, понимаю, это очень тяжело. С учеными в принципе тяжело разговаривать, в принципе тяжело брать у них интервью. Поэтому часто на интервью приглашаются люди, которые около науки. Так называемые популизаторы науки. Но, к сожалению, и этого мы на интервью не увидели. А дела обстоят так, что в эпоху интернета и постправды зовут тех, у кого больше всего подписчиков. Я ватсап и с вами Боратый Лингвист. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Кирилл. И я являюсь преподавателем английского и китайского языков. Я работал в школе, работал в языковых центрах. И сейчас работаю репетитором на фрилансе. На своем канале я даю советы по тому, как стоит учить язык и как его учить не стоит. И также я делаю обзоры на курсы от известных в русскоязычной среде инфлюенсов. И парочку из них вы даже видели в этом выпуске «А поговорить». Ну а перед тем, как мы начнем разбор этого прекрасного ролика, я вам хочу порекомендовать школу, которая действительно преподает. Я вам хочу сказать о школе Ингликс. Между прочим, на нее я сам делал обзор и остался доволен. Собственно говоря, мы до сих пор с ней сотрудничаем. И я думаю, радуем многих учеников. В чем прикол Ингликса? Прикол Ингликса в том, что они работают по коммуникативной методике. То есть разговаривать на английском языке вы начинаете с самого начала. То есть вот прям вот сразу же начинаете разговаривать на английском языке с самого первого занятия, даже если вы нулевой. Плюс ко всему, это очень крутая платформа, на которой все систематизировано, автоматизировано. Там идет прекрасный план обучения, то есть это настоящая УМК туда загружена. И вы по нему занимаетесь, слушаете аудио, аудио, разговариваете, читаете, то есть развиваете все свои навыки. Ну и еще то, что мне очень нравится, это бесплатные разговорные клубы. Когда вы платите за пакет, вы получаете не только занятия, вы также получаете и бесплатные разговорные клубы, на которые можете ходить хоть каждый день и точно так же практиковаться с людьми, которые тоже учат язык. Ну и конечно же самый главный аспект, с которым English вам может помочь, это мотивация. Буквально через неделю, 15 сентября, у них пройдет вебинар по тому, как не потерять свою мотивацию и наконец уже выучить английский. Там вы разберете все насущные темы, почему же все-таки у вас не получаются или какие могут быть проблемы. Также после этого вы получите подарок. Трекер для контроля уровня грамматики и трекер для контроля словарного запаса. Но и это еще не все. По моему промокоду вы получаете скидку 40% на первый пакет занятий. Единственное только то, что это пакет с русскоязычным преподавателем, не с англоязычным. Я думаю, в совместе с демократичными ценами вы сможете себе это позволить. Так что переходите по ссылочке в описании, зацените, посмотрите как там, посмотрите мой обзор, если вам понравится, если вас все устраивает, то покупайте тариф первой по скидке и занимайтесь настоящим английским. Я предлагаю начать разбор этого видеоролика с представленных гостей. Дэниел Барнс, американец, полюбивший Россию, выпускник Гитиса, актер театра и кино, ведущий популярного ютуб-канала по изучению английского. Я вот смотрю и не понимаю, каким образом его регалии указывают на то, что он владеет знаниями о том, как учить язык. Я не вижу у него никакого языкового образования, я не вижу у него международных сертификатов, я не вижу у него ничего, кроме того, что он работает на ведущем популярном ютуб-канале по изучению английского. Но если мы посмотрим, мы там ничего особенного не увидим. Читаю. Where is she? Supposedly visiting a friend from her old school that now lives in the city. That's sus. Вот это слово, sus. Что такое sus? Это не соус, это не сокращение school bus. Это suspicious, типа подозрительно. Разве это не может делать кто угодно? Travel, travel. Также я не видел, чтобы он вел уроки с учениками. То есть я совершенно не понимаю, как этот человек относится к преподаванию языку непосредственно. Это просто актер, который переехал из Америки в Россию и достаточно хорошо освоил русский. Но почему я должен его слушать, я не понимаю. И каким образом он связан с наукой. И знаете, уже первые его слова о российском образовании заставляют немножечко задуматься. Меня интересует, когда ты впервые взял российский учебник по английскому, и что тебя в нем поразило? Очень часто бывает, что вот такие формулировки, которые либо прям супер устаревшие, и так уже никто не говорит, либо даже прям тупо неправильное время. У нас есть pupil. Да, да. То есть это, ну у тебя было такое, да? Естественно, конечно. Ну ученики. А pupil это что? Пупл. Ученик, да. Мы так никогда не говорим. Может быть, мой папа так говорил, ну хотя скорее всего дедушка. Но, и даже так, я не уверен. Но для меня pupil это, как это, зрачок, как это? Зрачок, да? Да, зрачок, да. Это pupil. А как ты скажешь? Students. Students? Везде в школе, в университете, все равно. Когда его спрашивают про учебники, он говорит про слово pupil, мол, так уже никто не говорит. Но дело в том, что BBC почему-то с ним не согласна. Если быть откровенным, то это слово все еще в обиходе. Our ambition is that secondary pupils facing exams next year. And Kosovo was one of Pumper's pupils later in life. Да, оно постепенно уходит, но оно все еще в обиходе. Как минимум в Британии. Да, не в Америке, но в Британии. И скорее всего наш уважаемый Дэниел просто не в курсе, что в российских школах берут за основу British English, а не American English. Но я помню, когда я переехал сюда, всегда спрашивали, типа, who is on duty today? Да. И я такой, что, блядь? На какой duty? Где? Зачем? Duty для меня это, типа, какашка. Типа, duty. Также после этого он приводит пример who is on duty today. И я реально не понимаю, в чем прикол. Да, я тоже смотрел эту серию друзей. So, let's talk a little bit about your duties. My duties? All right. You'll be heading a whole division. So, you'll have a lot of duties. Но только при чем тут ошибки в учебниках? Ну, есть у нас такая штука. У нас есть дежурный, который следит за организацией того, что происходит в классе до и после урока. Ну, вот так это переводится. Who is on duty? То, что ты этого не знаешь, лишь показывает то, что ты не в курсе того, что у нас происходит в школах. То есть ты не в курсе наших вот этих вот так называемых традиций. I feel myself. Типа, я чувствую себя, да? Да, 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 да. Каким-то. И для меня I feel myself is like feel myself. Так что это, когда я это слышу, я всегда смеюсь. Про feel myself я, пожалуй, вообще промолчу. Потому что я ни разу не видел подобного в каком-нибудь русскоязычном учебнике. Ну, а то, что это ошибка русскоговорящих, это факт, потому что мы просто калькируем в голове и переводим я чувствую себя, как I feel myself. Но при чем здесь учебники и как это отвечает на вопрос, я что-то не понимаю. После этого нам представляют Марию Батхан. И про Марию я делал два ролика. И после ее, на мой взгляд, провального курса для новичков, она сделала достаточно достойный продукт с чтением. С Марией мы, в принципе, несколько раз списывались и общались. Я очень сильно удивился, когда увидел, что она, оказывается, создатель авторской методики. Но тут, скорее всего, я должен заступиться за Марию, потому что она еще несколько лет назад говорила, что авторской методики у нее какой нет, она работает только по коммуникативной. Это не какая-то авторская методика, а Мария Батхан, авторская методика, научу вас за 30 дней. Нет, это обычный английский коммуникативная методика, которую все используют. Что это значит? А значит, мы можем сделать вывод, что редакторы или монтажеры Ирины Шихман даже не попытались разобраться в вопросе, чтобы не написать откровенную чушь. I don't give a fuck! Да и сама Мария сказала, что этого она не говорила и достаточно сильно удивилась, когда увидела это на экране. Но, но, что касается Марии как эксперта, ну, я бы тут, наверное, все-таки задал несколько вопросов. Как эксперта в том, как продвигать свои продукты и продвигать себя, безусловно, в этом ей равных нет. У нее действительно очень классный бесплатный контент, людям это нравится, и поэтому мы видим миллион подписчиков. То есть она отличный маркетолог, отличный инфлюенсер. Но, что касается ее личной профессиональной подготовки и знания методов преподавания, то тут ей, к сожалению, до экспертов далеко. Идем дальше. И если Марию я еще могу хоть как-то принять в качестве эксперта, потому что она преподаватель, как-никак, она какое-то время работала в школе, и в целом, да, она преподаватель. Хоть со своими проблемами, но преподаватель. То приглашение вот этого гостя... Дмитрий Петров, лингвист, синхронный переводчик, полиглот, читает на 50, а говорит на 30 языках мира. Создатель авторской методики изучения иностранных языков. У меня есть опыт работы с английским, французским, испанским, итальянским, немецким... НО, ГОД! С английским, французским, испанским... НО, ГОД, ПЛИЗ, НО! НО! С английским, французским... К вашей программе. Потому что большего шарлатана, чем Дмитрий Петров, в языковом сообществе не найти. Хотя нет, на самом деле найти у меня на канале их много. Кстати, точно, у меня есть двухчасовое видео, основанное на статье Дмитрия Паремского, который разобрал просто от и до деятельность Петрова. И в этой статье можно наглядно увидеть, что Дмитрий Петров никакой не полиглот, никакой не лингвист. О его методических способностях вы все можете видеть в его передаче «Полиглот-16», в которой просто используется самый обыкновенный грамматико-переводной метод. Тот самый, который использовался еще в Древней Греции, когда учились языки. Авторский метод не иначе. Да и ладно, даже предположим, что он у него есть, этот некий метод Петрова, который очень быстро позволяет усвоить абсолютно любой язык. Но в таком случае мы можем посмотреть на его уроки китайского. И тут мы увидим, что его китайский – это просто какой-то ужас, потому что, потратив 4 или 5 месяцев на изучение китайского, он овладел его просто невероятно плохо. Мы произносим слово. Например, «он». Это «та». Ребят, вы можете проверять как угодно. Вы можете спрашивать у любого китайца, вы можете спросить у любого преподавателя, и они вам точно подтвердят мои слова. У Петрова полностью отсутствует придыхание. Он говорит неправильно. Этот звук должен звучать не как «та», а как «та», «та». Там придыхание. Читаясь это «джунг-го». Дивтонг «о» он тоже произносит неправильно. Это слово звучит как «джунг-го», «джунг-го». У него же оно «джунг-го», «джунг-го». Опять же, совершенно неправильная фонетика. Здесь, опять же, неправильно. Звуки «и» и «а» они произносятся как «е». И там должно быть два четвертых тона. У него же там четвертый и первый, хотя на доске написано правильно. Но говорит он «цай-тень», «цай-тень». А должно быть «цай-тень», «цай-тень». Но «гон» это вот что-то связанное с делом. Помните? Да. «Джунг-го». Это работа. Это тот же знак. Тоже полная чушь. Чханг-гун и гунг-дзо вот такие вот два разных иероглифа, которые означают совершенно разные вещи. Это просто бред. Ой, а его разговоры с китайцем это вообще отдельная история. Ты че, эманутый? Но зато потом пошел учить и преподавать. И если вот это его метод скоростного владения иностранным языком, то я думаю, что верить ему совершенно не обязательно, а даже противопоказано. Совершенно нет доказательств того, как Петров говорит на каком-то из своих языков. Да, есть небольшое интервью, но к нему тоже достаточно много вопросов. А когда речь идет о его рабочих языках, то в цифрах он сам путается. То ли пять, то ли шесть, то ли шесть, то ли семь. И почему-то всегда языки меняются. Есть несколько языков, с которыми я могу работать вполне профессионально в качестве преподавателя, переводчика. Это основные европейские языки. Пять-шесть европейских языков. Есть семь-восемь основных европейских языков, с которыми я постоянно работаю. В Википедии сказано, что вы читаете на 50 языках и имеете дело каждый день с восьмью. Из них это с английским, французским, итальянским, испанским, немецким, чешским и хинзи. Есть опыт работы с английским, французским, испанским, итальянским, немецким, чешским. Ну, в меньшей степени с греческим и польским. Ну, а в его уроках, тех самых полиглот-16, огромнейшее, просто невероятное обилие грамматических, лексических, фонетических ошибок. Петров это просто дутая кукла, которая стала популярным из-за своих влиятельных друзей на ТВ. Кстати, не поэтому ли он сейчас у вас на интервью? В ЕЛТ-сообществе Петров является шуткой и не более, хотя в интернете огромное количество других полиглотов, которые и рады выйти на связь. Тот же самый Стив Кауфман, с которым у меня было интервью, и который записывает совместные видео практически со всеми. Думаю, ему не составило бы труда пообщаться с вами и дать вам пару советов к тому, как настоящие языки учатся. Плюс ко всему, если мы посмотрим на настоящих полиглотов, типа Стива Кауфана, Лука Ламперьера, то мы видим, как они пытаются везде показать свои языки. Что мы видим от Петрова, где он просто на русском рассказывает о том, как учить языки. Ну, да, такому человеку я бы верил и обязательно бы позвал интервью, которое связано с наукой. Ну и последний спикер, которого мы можем увидеть, это Елена Шипилова. Елена Шипилова, основательница собственной языковой школы, автор 17 книг, разработчик 43 курсов по изучению 18 иностранных языков. Про нее мне известно меньше всего, но ее книги и курсы меня не совсем-то и впечатлили. Точнее, если быть точнее, бесплатные курсы, потому что ее платный курс стоит 700 долларов, а это даже по нынешним ценам около 50 тысяч рублей. Простой учитель себе такого позволить не может. Но что касается ее книг, это просто ее личный опыт, и там нет ни слова о методах, методиках или о чем-то в этом роде. Это просто так называемые мемуары о том, как она учит языки, как она выучила. Хотя, опять же, проверить мы это не можем, потому что не видно, чтобы она разговаривала на тех языках, по которым у нее есть курсы. Этого я тоже не видел. Но ее бесплатные курсы это просто объяснение грамматики без лексики и без нормальной отработки. То есть там совершенно не развиваются никакие навыки, ни говорения, ни аудирования, ни чтения, ни письмо. А именно эти навыки показывают ваш общий уровень иностранного языка. То есть ваш уровень это совокупность этих навыков. И если на курсах или преподаватели не обучают вас этим навыкам, а обучают грамматики, раскрытию скобочек, переводу слов, то, скорее всего, вас немножечко обманывают. Более того, еще один вопрос к Егене Шипиловой. У нее что-то около 18 курсов абсолютно разных языков, и она говорит, что она автор этих курсов. У меня вопрос. Как человек может быть автором, когда он не говорит на этих языках? Something smells awfully like shit. После приветствия гостей я предлагаю перейти к самому обзору. Стоит, конечно же, отвинчить, что когда люди снимаются в таком длинном интервью, не может быть такого, что не будет сказано ничего полезного, ничего умного или ничего правильного. Этот ролик, конечно же, не исключение. То есть тут есть что-то, к чему можно прислушаться и, в принципе, с чем я согласен. Я предлагаю сначала разобрать вот эти вещи. Первое, с чем я хотел бы согласиться, это то, что сказали абсолютно все спикеры. Нужно говорить, нужно не стесняться, не стесняться абсолютно ничего. Если вы можете говорить, говорите. Есть такой вредный, вреднейший подход, я считаю, заслуживающий уголовного наказания, когда если не можешь говорить правильно, не говори совсем. Очень, это очень плохо, очень неправильно. Типа у тебя слишком русский акцент в этом плане или что? Кто-то из-за акцента переживает, кто-то из-за страха перед неправильными глаголами. Это вообще какой-то такой ужас ужасный. Я считаю, что надо начинать говорить, начинать практически пользоваться языком, даже когда вы знаете пару слов и пару способов объединить их. Потому что, когда вы разговариваете, вы изучаете язык. То же самое я хочу сказать про погружение, что нужно читать, слушать, смотреть, ну и, конечно же, общаться. Мне кажется, самое главное, и это просто какой-то плюс, это окунуться в этот мир. То есть сделать абсолютно все, чтобы тебя окружал этот язык. Что мне помогло с русским языком, например, это я приехал, и я практически сразу перестал говорить на английском с какими-то людьми. У меня была одна подруга, с которой мы говорили на английском из Америки. И, ну, помимо нее, у меня 99% общения было на русском, на ломаном, ужасном русском. Но я сделал все, чтобы меня окружал только русский. Я слушал музыку, которая мне не нравилась, смотрел фильмы, я пил со своими друзьями. То есть если моя подруга оставалась в общаге, я понял, что я всегда заставлял себя что-то делать. Ходить в кино, ходить в театр, что-то сделать каждый день или каждый вечер на детских площадках, когда пьешь водку с другом. То есть если вы не окружите себя языком, естественно, естественно ничего не произойдет. Потому что язык это в первую очередь средство, и мы его таким образом впитываем. Мы его слышим, мы его говорим, мы его читаем и так далее и тому подобное. Это не набор правил. Туда же я могу запихнуть и совет про парня или девушку. У моего друга есть лучший способ выучить язык, это найти себе, ну я не знаю, в нашем случае англоговорящего любовника. Это помогает? Где подписаться? Да. Да? Конечно. 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 Сто процентов. Ты себя чувствуешь максимально привлекательной, максимально прекрасной. Ты знаешь, что какую бы ерунду ты сейчас не сказала, тебе будут заглядывать в рот, понимаешь? И будут восхищаться. И если ты сделаешь какую-то ошибку, то просто, ооо, такой милый русский у тебя акцент. Да. Ну потому что это примерно одно и то же. То есть если вы проводите со своим любимым человеком огромное количество времени, если вы с ним общаетесь, вы его слушаете, конечно же у вас будет идти прогресс очень и очень быстро. Главное делать это на его языке. И конечно же я согласен про постоянство. Без постоянства нет результата. Но вот все, кто ходит в спортзал, всегда говорят, что нужно постоянство. То есть это не будет, что типа сегодня я плохо себя чувствую, так что я не пойду. Или у меня похмелье, я не пойду в спортзал. Нет, ты пойдешь. Потому что если ты хочешь какой-то результат, то это надо сделать. И то же самое, что и с языком. Ты можешь заниматься английским, сидя на туалете, на унитазе. Это легко. То есть мне кажется, что нет оправдания того, что типа у меня не было времени или я просто не успел. Если придется один день, потом там через неделю еще два раза или еще три раза, потом неделю отдыхать, конечно же никакого прогресса не будет. Это постоянство и только постоянство. Также я абсолютно согласен про мотивацию. Мы многократно сталкиваемся с ситуацией, скажем, в туристических странах, где неграмотный торговец или разносик чего-то предлагает свой товар на 15-20 языках. Потому что это ему надо. Не потому что у него такой интерес, хобби, он стремится стать полиглотом. Потому что вот идет русский турист, а там пошел немец, а там француз. Ему надо денег заработать. И желательно с каждым поговорить. Мотивация. Если вы не знаете, зачем вам язык, в принципе, и не учите. Вам достаточно комфортно будет и без него, и вы просто не будете себя мучить. Ну и последнее, акцент. Я также абсолютно согласен с тем, что акцент сейчас абсолютно не важен. Насколько, если я приеду в Америку, мне это будет важно, меня застыдят, если у меня будет русский прям акцент? Так, это очень хороший вопрос. Мне кажется, всем покой. Правда, ну, правда, ну, это как бы, ну, это, всем просто все равно. Ну, это главное, это донести мысль, да? Вы можете говорить как угодно, абсолютно с любым акцентом, это сейчас норма. Даже если мы посмотрим в зарубежные учебники, мы увидим, что сейчас все двигается в ту сторону, чтобы вы понимали разные акценты, как мексиканские, так китайские, так русские, так японские и так далее и тому подобное. Это вы можете увидеть в учебнике Outcome. И это абсолютно круто, потому что английский язык это больше не язык одной страны. Это мировой язык, и поэтому каждый имеет говорить на нем по-своему. Но, 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 есть один момент, с которым я категорически не согласен. И этот момент высказал товарищ Петров. Нас очень долго ориентировали вот это на совершенно идеальное британское королевское произношение, на котором говорит гораздо меньше, чем одна десятая процента всех носителей английского языка. Я учился в языковом вузе. В течение первого семестра нас заставляли часами сидеть и правильно выстраивать речевой аппарат, губы, зубы, чтобы каждый звук произносить абсолютно идеально. А потом это очень редко кому пригодилось. Ну, я, скажем, учился, был на сажировке в Шотландии. Ну, если вы представляете различия между классическим британским произношением и шотландским, то вы понимаете, насколько, насколько мне пригодились вот эти часы изучения фонетической классики британского варианта языка. Мол, в языковом вузе его заставляли настраивать речевой аппарат. Ну, дело в том, что товарищ Петров путает акцент и произношение, потому что произношению действительно нужно уделять огромное количество времени. Нужно читать джазчанты, нужно читать скороговорки, нужно правильно проговаривать звуки и правильно проговаривать некоторые слова. Зачем-то нужно делать, чтобы избежать недопонимания от ваших, собственно говоря, коллег. И поскольку вуз у него языковой, естественно, они уделяли этому очень углубленное внимание. Но я думаю, что, опять же, товарищ Петров немножко привирает, потому что если бы кто-то из его сокурсников за основу взял бы American English, то, я думаю, проблем бы с этим тоже не было. Потому что многие занятия помогают вам работать над произношением, а акцент у вас будет в любом случае. Развивая тему акцента, также Мария Ботхан сказала, что, мол, практичнее учить американский и английский. Вот эта вечная тема британский или американский-английский. Я, значит, в свое время даже вот на этих сайтах имела два таких друга, да? Один из Британии, а другой из Америки. И мне почему-то всегда британский было легче понимать, хотя многие говорят, что наоборот. С практической точки зрения, наверное, лучше учить сразу американский и английский, потому что влияние Америки на весь мир, оно больше, чем влияние Англии. И фильмы, которые мы смотрим, они реже британские, чем американские. Поэтому с этой точки зрения. Но не учить по британским фильмам, как бы не слушать эту британскую речь, это тоже лишит себя такого удовольствия. Мне очень нравится британский акцент. Тут я, к сожалению, не могу согласиться, потому что в первую очередь выбирать должны вы. Никто и ничего вам говорить не может. Потому что именно вы выбираете то, какой вариант английского учить. Я так думаю, что они все-таки говорили про вариант английского, нежели чем про акцент. Все зависит исключительно от ваших целей. Если вам потом нужно будет общаться исключительно с американцами, естественно, вам лучше опираться на американское произношение. Если же в вашей практике будет огромное количество опыта с людьми, которые разговаривают на когте, я бы вам советовал обратить внимание именно на когне. Но и то, вам стоит понимать, что у вас в любом случае будет акцент. В любом случае акцент будет полностью от него избавиться практически невозможно. Ну, а что касается варианта языка, тут я уже сказал. Все эти вещи, которые связаны с произношением по типу connected speech, и редакшены, глотал Ти и так далее, то здесь уже нужно заниматься конкретно под вашей целью. Но раз мы обсуждаем тезис Мари, предлагаю обсудить еще пару моментов. А именно я предлагаю поговорить про изучение слов. Нас все время заставляют в школе учить там 10 слов в день, например. Это помогает? Или через неделю ты не будешь помнить те первые 10 слов? Не будешь. Скорее всего, не будешь. Опять, в зависимости от того, какая у кого память. Классно, если у человека классная, хорошая память, качественная, и она быстро, скоротковременная, передает все в долговременную. Но на самом деле это не совсем здоровая штука. Моя подруга со школьных лет сошла с ума от того, что она не смогла просто освобождать свою долговременную память. И вот тут мы уже точно понимаем, что наука это просто здесь для привлечения внимания. Потому что, ну это просто откровенная глупость, если быть честным. Мозг так не работает. Конечно, есть способ очистить долгосрочную память, но лоботомию вроде как у нас отменили. Эту шутку, кстати, я украл у Полины Кордик, которая написала про это видео. Отличный пост. Ссылочка в нее, конечно же, будет в описании. Ну правда, лучше не скажешь. Простите меня, Полина, я своровал. Ну а что касается изучения слов, то Мария предлагает вот это. Слово цель, конечно, переводится в английском языке, да еще и несколько вариантов имеется. Итак, первое. Purpose. Запоминаем так. My purpose is popos, как орех. В рубрике «Слово дня» попробуем разобраться, какой поросенок поможет нам запомнить слово «достаточно». Наф-наф, еще? Enough, enough, enough. Хватит. Самое главное запихнуть его быстренько в голову, какой-то яркой ассоциацией или какой-то ситуацией, да, где это слово запомнилось. Я, например, вижу какое-то слово, например, совпадение. Coincidence, да? Сложное слово. Для того, чтобы я его впихнула в свой мозг, мне надо, ааа, так, coin, монетка. Coin, ага, значит, я подкидываю монетку. Coincidence. Значит, какое совпадение? Снова орел, снова орел. Вот совпадение. И я вот начинаю себе какую-то очень странную придумывать ситуацию, где я использую это слово coincidence с правильным смыслом. И вот так я запоминаю. И это обыкновенная мнемоническая ассоциация. И мои давние зрители канала прекрасно знают, как я отношусь к оптимонике. Я не буду сейчас говорить, что это отвратительный, ужасный инструмент. Я расскажу то, что говорю всегда. Каждый инструмент имеет право на жизнь. И заучивание слов через мнемонические ассоциации, на мой взгляд, имеет в том случае, если вам нужно написать диктант, или выучить 50 слов на следующий день, там, на какой-нибудь экзамен. В таком случае, да, вы их быстренько закинули в краткосрочную память, и все, потом вы нафиг их забыли. Но если речь идет о нормальном вводе слов, чтобы улучшить вашу беглость, то мнемоника здесь это огромный-огромный минус, я бы даже сказал, якорь, который вас тянет назад. Мало того, что мнемотехника по своей сути не особо-то и сильно отличается от зубрежки, так и более того, как я уже сказал, она вводит слово только в кратковременную память. Да и вообще, что касается изучения слов, у Марины Горской была очень прекрасная фраза, которую я очень сильно хочу повторить. Вот скажите, как переводится слово сих? Что такое слово сих? Вы можете мне объяснить? И без контекста вы не понимаете, о чем идет речь. Потом, когда я это скажу о фразе, то есть до сих пор, становится понятно, что именно я хочу вам сказать, и в каком контексте мне именно это слово использовать, и когда мне это слово использовать. Учить отдельные слова можно, но все-таки, на мой взгляд, более эффективно вводить слова в контекст и учить их с помощью контекста. То есть это можно делать сразу, когда вы получаете какое-то предложение, и исходя из предложения, вы понимаете, что слово значит, и делаете из него какое-то словосочетание или какое-то предложение, которое можно подвести под вашу жизнь, то, что вы сможете использовать в реальной жизни. Ну или же точно так же вы можете взять слово, перевести его и сделать пример. Но самое главное, чтобы это был пример, который практичен под вашу жизнь. И это обязательно контекст, чтобы вы знали, в какую именно ситуацию вот мыть, чтобы у вас просто не было какого-то отдельного слова, вот висящего в потолке. И Мария об этом тоже говорит, и спасибо ей за это огромное. Самое важное, применить несколько раз в реальных нормальных условиях, где это к месту. То есть, например, хочешь бутерброд с сыром? Открываем холодильник и... What a coincidence! Какое совпадение! У нас как раз есть сыр. Хоп, не в тему раз сказала. Ну, в тему, не в тему, плюс-минус должна быть подходящая ситуация. И вот таким образом мы... Ну, говорят, раз семь должно такое случиться естественным образом. Тогда это слово навсегда твое. И важно учить не только слова отдельные, а учить так называемые чанки, куски. Или целое предложение, то есть фразы какие-то. Вот, например, what a coincidence! Какое совпадение! Ну, просто зачем тогда вся вот эта вот движуха с мнемоникой? Ее можно сразу выкинуть и учить сразу фразу what a coincidence! Потому что это будет сразу логично, и вы знаете, в какой ситуации его использовать. Все! Вам не нужно что-то там через монетку, что-то там какое-то упало там туда-сюда. Вы делаете вот такой вот огромный хер, чтобы выучить одно слово, когда вы можете сразу выучить фразу, которая подойдет под ваш контекст. Что касается ее слов про карточки, которые идут через перевод и английское слово, то тут я тоже готов поспорить. Вспомнить как? Вот, пожалуйста, карточка с русского на английский. Ты записала себе это слово, и с русского на английский ты должна его вспомнить. Почему с русского на английский? Потому что мы все равно начинаем, когда вспоминать слова... Мы еще себе произносим на русском, думаем, да? Да. Мы все равно думаем по-русски. Когда мы живем в языковой среде, может быть, появится этот эффект, что мы думаем по-английски. Но пока мы в процессе изучения у себя дома, то мы, конечно, думаем по-русски. На самом деле, современные методики как раз-таки пытаются минимизировать использование родного языка при изучении английского. Для чего это делается? Для того, чтобы вы учились думать на языке. Потому что при обилии бессмысленного перевода, я не говорю, что перевод бессмысленный в принципе, нет, у него есть свои цели и задачи, но если при обилии бессмысленного перевода и построении своих уроков только на переводе, у нас возникают вот такие вот проблемы. Когда ученику задается вопрос по-английски, у него идет огромная цепочка. Сначала ему нужно перевести предложение, потом ему нужно понять, что там сказали, потом взять, составить предложение на русском у себя в голове и перевести его на английском. Это огромное количество времени, и поэтому у ученика теряется беглость. Именно поэтому мы слышим такие огромные паузы между его предложениями в обычной беседе. Собственно говоря, от этого проще всего избавляться, максимально минимизировать перевод, если речь идет о коммуникации, развитии коммуникативных навыков. Поэтому лично я считаю, что если L1 не обязателен, то можно его и не использовать. А в карточках так само собой, потому что карточки это произведение искусства. Я сам обожаю карточки, но что я делал, когда работал с учениками офлайн? У меня были карточки без перевода, была картинка и слово. То же самое слово coincidence можно вполне запихать под картинку. Или те же самые фразы, печанки точно так же можно записать под картинки. И из этого можно сделать интересный урок, интересные языковые ситуации. Ну и в целом действительно минимизировать использование L1, то бишь родного языка. Но опять же, что касается перевода, я не ярый его хейтер. Я прекрасно понимаю, что перевод в умелых руках может прекрасно помочь в развитии грамматических навыков. А некоторым людям перевод нужен как воздух. Все абсолютно индивидуально. И говорить, что перевод это неправильно, но это конечно же глупо. Более того, Мария там так хвалится тем, что она заставляет на своем курсе для новичков гречкой или какой-то крупой выкладывать слово. У меня даже задание есть такое на курсе. Я заставляю гречкой выложить это самое сложное слово, которое люди не могут запомнить. То есть рисом или гречкой мы прописываем и как бы мы хотя бы запоминаем, что там больше букв, чем мы думали. Ну да, ты еще мелкую моторику подключаешь. И это, ну на мой взгляд, это крайне глупо. Я уже рассказывал это в своем обзоре, я думаю, что она это убрала, но нет, это до сих пор дам. И на мой взгляд, это абсолютно не имеет под собой никакой научной, так скажем, основы. Не имеет под собой абсолютно никакой логической основы, потому что это просто глупо. Это просто бессмысленная трата времени. Вместо того, чтобы взять и дать ученикам задание на оговорение или на письмо, то есть использованием этих слов как можно больше, да, то есть хотя бы даже механические. Там, где нужно слово вставить в пропуск или слово, где нужно изменить как-то, или где нужно ответить на вопрос, используя это слово, ну если мы говорим о развитии письменных навыков, или если мы говорим о развитии разговорных навыков, то это те же самые вопросы, только письменно, да. То есть это все можно использовать, не тратя огромное количество времени на то, чтобы что-то писать гречкой. Просто нужно адекватно оценивать способность ученика и давать ему только слов и столько тела, сколько он сможет сделать, сколько он сможет усвоить. Вот и все. Ну, это просто какая-то пустая трата времени, бессмысленная. И, кстати, хочу согласиться с Дэнни американцем, который говорит, что слова лучше учить тематически. Главное, мне кажется, это учить по группам. То есть, если ты знаешь, что сегодня я изучаю фрукты, или я всегда шучу, что мне надо повторить свои птицы. Да, на русском. Потому что я не помню, что такое сокол. Это действительно так. И если вы откроете абсолютно любой учебник, вы увидите, что слова разделены на какие-то тематические группы. Будь то еда, путешествия, спорт. Первый учебник Outcomes. Здесь как раз таки то, что мне очень сильно нравится. Когда слова подаются в контексте, подается с примерами. И, собственно говоря, потом это сильно проще отработать. Ну и, как вы видите, все слова здесь, естественно, разобраны тематически. Но Outcomes это не единственный учебник. Например, в English File сделано то же самое. Да и абсолютно в любом сейчас нынче современном учебнике. Да и, по сути дела, все то же самое касается тех сложных вещей, о которых говорит Мария. Про то, что зачем-то нужно выучить 100 глаголов. Есть еще какие-то такие вещи, на которые ты все время сталкиваешься как учитель с этим? Одна из таких сложных тем – фразовые глаголы, так же, как и неправильные глаголы. В список неправильных глаголов, естественно, попали все самые часто употребляемые глаголы. И это, кстати, большой страх у изучающих английский язык, что куда ни ткни, везде они встречаются с этим неправильным глаголом. Нет, дальше проще. То есть, условно, там 100 глаголов выучили, ну и все. Вот этого достаточно. Дальше почти все они простые. Или там нужно знать какие-то фразовые глаголы. На самом деле, если мы возьмем нормальное издание, то оно все подается частично. Вот мы видим, как на уровне А1, еще только на уровне А1, в учебнике English in Mind подаются фразовые глаголы. Они связаны тематически, именно поэтому их очень легко отработать. Абсолютно то же самое идет с неправильными глаголами. Потому что, когда они связаны тематически, очень легко сделать какое-то упражнение, составить историю, составить диалог, ну и, в принципе, с ними работать. Тупо учить список – это глупо. Даже если список самых распространенных, там, фразовых или неправильных глаголов. Желательно учить их тематически. Но если брать еще что-то бредовое, неподтвержденное той самой наукой, то, я думаю, стоит послушать Дмитрия Петрова. Вот он в этом профессионал. Например, его слова про память. Поэтому тренировка памяти – это то, что особенно требуется человечеству сейчас. Потому что за последние 10-15 лет память человечества в целом деградировала на 80%. Откуда это взято? Кто ему сказал? Какие были исследования? Хоть бы автор «Конь» сказал на исследования, а то так просто. Вот на самом деле в этом весь Петров. Его очень приятно слушать. Даже в этом интервью его слушаешь с наслаждением. Ты понимаешь, что человек очень харизматичный. Ну, приятный, дядька. Чего уж тут говорить. Но когда начинаешь вдумываться и обдумывать то, что он говорит, ну, это просто полнейшая чушь. Потому что, опять же, никаких исследований в научном выпуске он не предоставил. Но решение-то он нашел, как улучшить память и сразу же ваш английский улучшить. Знаете? Сейчас покажу. Сколько вы знаете стихов наизусть? Вот сейчас готовы рассказать. Ну, штук пять, наверное, вспомнил. На русском. Ну, да, естественно. А на английском. Нет. Какую-нибудь скороговорку-то я вспомнил. Если бы я с вами занимался, я предложил бы вам освоить там три-пять, например, песен, которые вам нравятся. Но не в режиме караоке, чтобы подглядывать, а наизусть. Потому что почему маленьким детям, еще до того, как они начинают говорить, читают сказки, стишки, поют песни? А чтобы сформировать ритм речи. Чтобы сформировать ритм речи. Идеально просто. И особенно, если у вас получается. Это что, грамотная речь? Вот рэп-песня на английском. Вы хотите говорить? Вы хотите говорить? Говорить. Да. Брать предложения? Да. Брать примеры? Да. Братчанки. Да. Отлично. Огромное количество разговорных, если это какая-то музыкальная композиция, то бишь рэп тот же самый. Или брать какие-то литературные высказывания, если это стихотворная форма. Но учить полностью стих, ну это бред. Это бред. Как минимум потому, как минимум потому, что форма стихотворная, она отличается от разговорной, понимаете? И поэтому полностью заучивать, рассчитывая на то, что ты потом что-то оттуда скажешь полноценным предложением, но это немножко странно и глупо. Но тут небольшая помарочка, не стоит путать с детскими песнями. Многие, кто учил английский в детстве, помнят, что вы учили песенки, стихотворения, но там, как правило, это делается для изучения какой-то структуры грамматической. То есть так это сделать сильно проще. Либо для того, чтобы практиковать какие-то, ну и там специально обучающая песня, а нежели какая-то рандомная рэп-песня. И вот эта вот его полутроллинговая фраза, мол, вы хотите говорить или грамотно говорить, да? Вот это тоже меня, конечно, сильно позабавило. Потому что если вы хотите говорить, нужно говорить. Не нужно учить стихи. Нужно просто брать и говорить. И да, как вы понимаете, одна из моих самых главных претензий к Петрову и вообще, в принципе, к подобным людям, что у них совершенно нет никакой практики. А если вы не практикуете свое говорение, то оно, в принципе, и не надо. Но зато я могу подсказать, где можно попрактиковать хорошо говорение. А именно у нас на разговорных клубах, где мы обсуждаем разные вещи. Буквально от книг до космоса. У нас сейчас проходят две сессии. Одна в четверг в 19.30, а вторая в субботу в 19.00. Сессия длится полтора часа, там вы отвечаете на вопросы, работаете в парах, работаете в группах. И потом в конце мы смотрим с вами видео и также его немножечко обсуждаем. И за всю вот эту прелесть всего лишь 450 рублей. Мы набираем студентов с уровня А2, а если вы еще не знаете свой уровень, то вы можете написать одному из ведущих разговорного клуба, ссылочка на него будет в описании. Он пройдет с вами небольшую беседу и определит ваш уровень. Так что приходите в наши разговорные клубы, все ссылочки в описании. Но зато по части видения дневника я согласен. Есть еще один способ, который я тоже рекомендую, писать дневник на английском языке. Вот пишите каждый день хоть там по три строчки, но на английском. Если не хватит слова, посмотрели, его вы уже никогда не забудете. Потому что это о себе, о своем, о своей мысли. Действительно, это очень хорошее упражнение, чтобы развить ваши навыки письма. Когда вы выучите что-то, какие-то слова, какую-то грамматику, какой-то урок пройдете, отлично написать об этом какую-нибудь статейку, так скажем. Или просто расписывать ваш каждый день, используя и ища новые слова. Это действительно круто. Ну или еще вот прекрасный кусочек с Петровым. Есть ли действительно люди, способные к языкам и не способные к языкам? Мы многократно сталкиваемся с ситуацией, скажем, в туристических странах, где неграмотный торговец или разносящик чего-то предлагает свой товар на 15-20 языках. Потому что это ему надо. Не потому что у него такой интерес, хобби, он стремится стать полиглотом. Потому что вот идет русский турист, а там пошел немец, а там француз. Ему надо деньги заработать. И желательно с каждым поговорить. Бля, охуительные истории. Я не могу. Вот это прям Петров. Вот вместо того, чтобы напрямую ответить на вопрос, он будет рассказывать какие-то примеры, каких-то торговцев, он в какие-то дебри зайдет и на вопрос так напрямую не ответит, пока его второй раз не спросишь. То же самое, кстати, и про демонстрацию его знаний. Я спрашиваю, Дмитрий, а ну поговорите на языке на комнате. Он такой, да многие уже что говорили, уже знают, что там уже все знают, как я говорю, зачем мне это доказывать. То есть записывать видео просто, чтобы показать, что я говорю на каком-то языке, ну я считаю бессмысленным, потому что я 30 лет работаю синхронным переводчиком на пяти языках. Есть тысячи людей, которые это видели и слышали. Don't bullshit a bullshitter. Ну так вот, торговец или не торговец, это не важно. Действительно, учить язык могут все. Это действительно так. Но способности действительно у некоторых людей сильно и сильно больше. И вот тут уже идет вопрос вашей усердности. Насколько вы готовы потратить свое время, чтобы учить язык? Человеку способности, может быть, на усвоение какой-то темы, нужен один или два урока. А человеку, которому язык дается сложнее, все пять часов. И если бы не было никаких способностей, то не было бы такого огромного обилия методов. Именно поэтому существует principled eclecticism, когда ты на основе опыта, способностей и умения человека выстраиваешь свой урок и используешь те методы, которые необходимы. Ну и погнали по Петрову дальше. Дальше больше, как говорится. Вы смотрели сегодняшние учебники английского языка, российские? Посматриваю. Какие ошибки вы там видите? Ну, я помню, что нас долбили на это, допустим, I shall, I shall. Потом ты приезжаешь, мы так не говорим, ты что, из Англии? Ты как бы в королевских кругах? Мы это не используем. У нас нет единообразия в плане учебников. Скажем, я против учебников, которые написаны только на английском языке. Угу. Категорически. Почему? Ну, потому что, если вы не знаете английский язык, собираетесь его учить, то вы не можете получить шоковый такой эффект, открыв первую страницу, в которой вы ничего не понимаете. Вхождение в язык должно быть приятным, комфортным. Он, видите ли, против учебников полностью на английском. Ну, а как? Представляете, вы открываете новый учебник, а там все на английском. Ну, как вот это, как понять? Ну, как вот можно это понять? Вот каким образом? Ну, никак не поймешь. Ну, это же вот как? Ступор нахрен. А все потому, что Петров даже базово не понимает, как по таким учебникам работать, и зачем они такие яркие, красочные, и зачем там так много картинок. Именно для наглядности, чтобы сразу работать на английском. Потому что, я уверяю вас, если вы откроете учебник и начинаете даже сами по нему заниматься, периодически, возможно, что-то гуглив, а если занимаюсь преподавателем, то это будет еще легче, то вы легко поймете принцип употребления глагола to be, который, допустим, для многих является проблемой. Потому что, грамотно выстроив урок, будет огромное количество примеров, контекстов и отработок. Да, опять же, не полностью вы его разберете, но хотя бы частично, что уже неплохо. Ну, а Петров нам может только рисовать таблицы. Это то, что мы видели его в полиглоте. Вот, по его мнению, изучение языка выглядит вот так. Нахерачил таблицу, нахерачил времен и погнал рассказывать, как это все вообще нормально. Работаю. 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 I work. Как сказать, я не буду работать. I didn't work. Не буду. I will not work. Я не буду работать. I will not work. I will not work. Сейчас я посмотрю, где я, отрицательный, да? Да, я не буду работать. I will not work. Да. Пожалуйста, Михаил, как вы поступите с глаголом, например, открывать? I. Открывать – это open, да? Это да. I open. Как сказать, я открою. I will open. Я открыл. I… Ой, я что-то потерялся внизу. Внизу на что добавляется? Буква D. А. Где? Я не пропустил. Open. А, open, челка. Что? Можно? Вы не подсказываете, будешь меня сбивать. Значит, ну что, просто добавляйся в open D. Это все. А. Ничего больше не можно добавить. D. Open. I opened. Все. Как спросить? Ты открываешь? Погнал задавать вопросы. Погнал по этой вот табличке. Как-то, короче, по ней использовать язык. Это противоположно тому, что используется именно в тех учебниках, где в первую очередь, как я уже сказал, развиваются навыки. Что развивается у Петрова? Вы просто переводите рандомные грамматические фразы. Если мы сравним его учебник, полиглот 16 часов, и сравним какой-нибудь Оксфордский учебник на английском языке, то вы увидите, что Петров это просто жалкая пародия на учебник. Это шляпа, не имеющая ничего общего с настоящим преподаванием языка. Что касается Островского учебника, вы увидите реально настоящее качество. Из-за абсолютного непонимания Петрова того, как в принципе работать по современным методикам, или, я не знаю, возможно, слабым владением его языком, он этого не делает, не умеет и, я так понимаю, не собирается учиться. Да и зачем ему? Классов-то он тоже уже давно, я думаю, не ведет. Его метод – это просто роспись грамматики и рассказывать об этом на русском. Собственно говоря, как он рассказывает про артикли, вот мы видим этому четкое объяснение. В древние времена, когда английский язык, древний английский язык был таким же, как русский, у него были падежи, никаких артиклей не было. Он был реально похож по структуре на современный русский. Но в какой-то момент он стал упрощаться, упрощаться он стал, чтобы выжить, потому что 300 лет официальным языком в Англии был французский. Англоязычных достаточно серьезно ущемляли в правах. Язык стал меняться, стал упрощаться, отбросил падежные окончания, отбросил много всего лишнего. И очень часто, так как окончаний не было, стали использовать слова «этот» – «this» и «один» – «one». Их так часто использовали, что они превратились в определенный артикль «the» и неопределенный «э». Так вот, оказывается, откуда. Они просто съедали это. Всегда надо рассказывать, я всегда рассказываю истории. Вот почему, вот у нас такое, у них так, а почему оно у них так? Откуда оно выросло? И это всегда становится людям понятно, ближе, комфортно. Какое-то некое странное явление, так вот оно откуда взялось. У меня твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать. Конечно, это нам реально необходимо при изучении иностранного языка потратить минут 15 на то, чтобы послушать, как там, где там «э», где там «эн» и рассказывать про то, что язык был с падежа. Это необходимо при изучении английского. Вы же что, вы же не хотите научиться разговаривать, правильно? Вы же не хотите научиться слушать. Вы хотите послушать про артикли. Ну, вот как еще, по-вашему, строится вот настоящее обучение? Чем больше про артикли расскажешь, тем лучше их усвоишь. Ну, это очевидно, по-моему. Я не говорю, что не нужна какая-то историческая справка. Да, она уместна, но когда она не занимает огромное количество времени и не занимает там половину урока, который Петров тратит на рассказы о том, как интересно учить язык. А, собственно говоря, не уча непосредственно сам язык, не преподавая его. Рассказать охуительную историю, вот он может. А с помощью наглядности, коммуникативной методики, полностью на английском рассказать про глагол «to be», да, или ввести глагол «to be» и выучить несколько фраз и составить небольшой диалог, это он не может. Это ему не надо. Более того, если смотреть его в дальние интервью, мы даже увидим, что Петров настолько не в теме, настолько не понимает, куда идет преподавание иностранных языков, что он даже не понимает, зачем нужны языковые уровни. Да, и что касается независимого объективного измерения уровня знания, этого не существует. Нет никаких объективных способов. Вот это все там APA, Intermediate, это все миллион таких систем, которые в основном были созданы для определения готовности человека выполнять какие-то производственные задания в какой-то сфере. То есть ты отрицаешь эти уровни? Я абсолютно… Ну, я к ним равнодушен, скажем так. Эти APA, Intermediate, вот эти вот, он даже примерно не понимает, что это такое. Ему даже… ему это не интересно совершенно. Ему интересно ездить по стране, по СНГ, брать по 600 баксов за свои 16 лекций по тому, как учить язык. Ну, и, собственно говоря, после этого люди выходят, после этих лекций такие, что-то я не понял, что происходит, что вообще за дела. Но мы-то в этом разбираться не хотим, нам зачем? Нам нужно ему чуть больше медийности придать, чтобы он уже не 600 баксов брал, а все тысячу. Ну, а что? Ну, как бы за бесполезные разговоры о грамматике на русском, ну, нужно еще побольше взять денег, ну, а что? И да, я опять же должен сказать, что нынешние учебники, даже сделанные Оксфордом, Кембриджем, Пирсоном, имеют достаточно большое количество недостатков. Это правда, тут я скрывать не буду, это очевидно, это не панацея. Из-за того, что они сделаны усредненно, многие их темы могут быть неактуальны для учеников. И поэтому, если у ученика есть какие-то специальные цели, то, скорее всего, учебник ему просто-напросто будет бесполезен. Ну, или, допустим, некая отработка грамматических тем, тех же самых артиклей. Вынужден согласиться, что отработка артиклей в этих учебниках достаточно слабая. Поэтому тут, конечно же, нужно миксовать со своими материалами и работать с этим отдельно. Если вы хотите, чтобы ученик хотя бы просто стал обращать внимание на то, есть ли у него артикли в предложении или нет. Но, в целом, как бы то ни было, он является отличным самоучителем. И вот по этому гайду, который я снял, по тому, как работать по этим учебникам, вы, в принципе, все сами можете понять все. И это будет сильно проще, сильно эффективнее, потому что там вы действительно учитесь языку, а не слушаете о том, как круто учить язык. А его рассказы про проблемы учеников, это вообще, это ням-нямка прям такая просто, все лицо измазано. У него ням-нямки, вот слушайте. Многие учебники грешат тем, что описание каких-то грамматических структур, вообще явлений языковых филологи пишут для филологов. Не просто для людей, для детей, для взрослых, которые не имеют отношения к лингвистике. А для таких же, как они. Морфологическая, семантическая концепция. Я говорю, что вам хочется сделать, когда вы прочитали это на первой странице учебника языка? Самоучителя. Закрыть и выкинуть. I just, I cringe when you talk. Где он видел такие надписи? Какие учебники он смотрел? Ну вот хотя бы один пример, ну вот я просто запомнил бы это. Я просто уже слышу эту фразу огромное количество раз, и я хотел бы услышать это ну хотя бы где-нибудь. Вот хотя бы вот он взял уже и показал бы фотографию, где это написано. Потому что я уверен, что подобная вещь написана только в теорограмматике. Вот для примера, вот смотрите, для примера. Берем учебник Кузырева за пятый класс. Учебник, по которому сейчас преподают в российских школах. Он опять же является не очень сильным, на мой взгляд, но в целом ок, сойдет. Мы берем учебник Петрова. Вот вам объяснение грамматики present simple. То там, что там, на мой взгляд, видение грамматики так себе. Но в отличие в том, что учебник, по которому работают в школе, учит вас говорить, слушать, писать и читать. Петров учит вас раскрывать скобочки. Вот, собственно, и вся разница. Кстати, кстати, а как вы вообще высказывали про грамматику от всех спикеров? Потому что там есть много у кого чего послушать. Нужно ли уделять столько времени грамматике, сколько мы уделяли ей в школе? Потому что на практике оказывается, что тебе нужно именно говорить, а не писать слова. С грамматики обязательно надо начинать. Но грамматику, скажем, английского языка, необходимую, для того, чтобы вот ее освоить, довести до автоматизма, я могу вам изложить на одном листе бумаги, или, если это будет доска в классе, один раз заполнив доску. Это то, что требуется для того, чтобы запустить этот процесс. А совершенствовать это можно бесконечно. Ну, Петров все как обычно. Он на доске все распишет вам, всю грамматику эту. Ну, там, за пять минут все распишет и все. А дальше вы уже сами работаете. Ну, развивайтесь там дальше, ребят, нормально все будет. Все ок, все ок будет. Ни слова про то, как надо грамматику развивать, как эти навыки развиваются, про механические упражнения, про коммуникативные задания, про то, как можно вывести грамматику, там, типа, из текста. Не надо это все. На доске он распишет, вообще заебог будет. Вот так вот будет. Далее Ботхан и Шипилова говорят о том, что вам все эти сложные времена не нужны, блин, там. Вот. Ну, давай так, что все вот эти сложные времена, они редко используются. То есть, если вы выучили, ну, там, четыре, три-четыре времени, то окей, это тоже нормально. Надо знать о существовании и чтобы потом не испугаться, вот. Но при этом использовать в активном своем английском четыре времени. На уровне бытовых вопросов все наши предложения строятся в настоящем времени, максимум в прошедшем. У одной два времени хватит, у другого четыре времени хватит. Это все, все, что-то, ничего сложного. Видимо, забываешь, что грамматика – это не только времена, да, что это еще кое-что. Ну, да ладно, окей, пускай. И да, действительно, я согласен, в начальном уровне вам действительно больше трех времен не нужны. Но там, помимо этого, есть еще грамматика. Ну, опять же, ладно. Но суть именно в том, что никто из них не сказал, ну, или, возможно, это было вырезано, что грамматика вам нужна исключительно по вашему уровню. Это не значит, что вам не нужно учить грамматику, про которую говорит Батхан. Present Perfect Continuous. Нет, это достаточно часто явление, им достаточно часто пользуются. Но прикол в том, что вам нужно этим заниматься ровно тогда, когда вы до этого дойдете, когда будет ваш уровень. Сначала освоите одни времена, одну грамматику, когда переступите на ступень повыше, осваивайте другую грамматику. Не нужно учить все сразу, как, допустим, это дает Петров. Когда он говорит, я вам всю грамматику распишу, там дальше тренируйтесь. Это заведомо ошибочный метод. Грамматику учить необходимо, грамматикой необходимо заниматься, грамматику необходимо отрабатывать. Но самое главное, ее отрабатывать в языковых ситуациях, в которых эта грамматика может пригодиться. То бишь в контексте, то бишь коммуникативно. Все остальное может быть достаточно провальным занятием. Да и на самом деле, как Батхан описывает все эти сложные времена... У меня уже вода не из сети. Что это такое? Я добавляю кратку. Ну окей, пусть будет вот это предложение, оно эмоционально окрашено. I have been learning English for five years, for ten years. Вот. То есть мы добавили сюда разных странных страшных слов. А у них есть определенная цель. То есть I have, это я имею, уже какой-то у меня опыт есть. Мы начали его в прошлом. Been, завершенное к настоящему моменту, я вам скажу, что три года. То есть до настоящего момента я имею результат трехлетний. I have been и подчеркну, что я нахожусь в процессе до сих пор. I have been learning. Тем самым инговое окончание поставила. Инговое окончание – это всегда процесс. И вот я показываю. I have been learning English for ten years. Когда я слышу подобное объяснение, то я сразу вспоминаю другого человека, который я здесь разобирал. Мы называем госпожа жующая, потому что все ее объяснения выглядят вот так. То есть если англичанин хочет сказать, что все, я что-то сделал, он будет говорить, я имею сделанным. И если мы с вами посмотрим с технической точки зрения, то это будет происходить таким образом. То есть я хочу сказать, например, купил, я буду говорить имею купленным. Если я буду говорить «пригласил», я буду говорить «имею приглашенным». Если я захочу сказать «позвонил», я буду говорить «имею позвоним». Я знаю, что у кого-то сейчас сопротивляется мозг и говорит «нет такого слова». Ребята, его нет в русском. Ну, точнее, не то чтобы его нет. Просто мы не употребляем данную форму от слова «звонить», потому что нам это не нужно. У нас есть 29 форм и нету формы «делаю». Поэтому англичанин будет говорить, а «делаю» это тоже очень часто. В нашей жизни не мешай, пожалуйста, я сейчас работаю или я что-то пишу, подожди, у меня мысль идет и так далее. То есть вот это «делаю» постоянно. Мы все время задаем вопрос «что ты делаешь?» Не знаю, кино смотрю. Англичанин говорит «я есть делающий». То есть чтобы показать «вот что я делаю», англичанин скажет «есть делающий». И это просто полнейший ад, который вам в принципе не нужен. И отработка этих времен происходит совершенно по-другому. На самом деле, если вы дойдете в своем уровне до определенной грамматики, ничего сложного там не будет. Эта грамматика вводится достаточно просто на примерах и просто тренируя форму в контексте, то есть в ситуации. Можно играть в игры, например, тот же самый present perfect, который все так не любят. Очень легко тренируется в игре «я никогда не». То есть вы буквально выучили одну фразу и под нее уже подгоняете все остальное. Ну или просто задаются определенные вопросы, в которых вы можете использовать эту грамматику. На самом деле, с помощью коммуникативных заданий грамматика вводится очень и очень просто. Я вам даже больше скажу. На уроках не нужно часами раскрывать скобочки, чтобы эту грамматику усвоить. Но опять же, раскрытие скобочек тоже в каком-то плане необходимо для того, чтобы вы разобрались с формой, чтобы учитель проверил, насколько вы разобрались с формой. Ну и раз я затронул уровень, то давайте, наверное, поговорим еще и об этом. Тут я снова вынужден Марию поправить. Хорошо. Ну давай так. Ну за год можно начать говорить на английском? Конечно. За одно занятие можно начать говорить по-английски. Если мы говорим про базовый… Ну вот пришел человек ноль. За первое занятие при грамотно построенном уроке можно начать говорить. То есть сделать акцент на том, что в конце урока мы должны построить диалог. Значит, мы учим какие-то фразы, учим какую-то структуру и на эту структуру насаживаем разные слова и вот погружаемся в какую-то ситуацию, вот мы в конце урока говорим. То есть, конечно, конечно. Поэтому за год сто процентов. Один уровень свободно можно обладать за три-четыре месяца. Да, действительно, за год поговорить можно. И да, действительно, я согласен с тем, что говорить можно и нужно на первых занятиях. Да, разговор будет достаточно простой, но это будет разговор. Опять же, что касается выучивания уровня за два месяца. Тут все очень непросто. Потому что, да, возможно, beginner, elementary вы действительно сможете перескочить за пару месяцев. Потому что там ничего сложного нет. Они достаточно короткие, они достаточно необъемные. Но прикол в том, что каждый последующий уровень увеличивает затрату часов на этот уровень. Поэтому, если вы думаете, что вы за два месяца освоили тут elementary какой-нибудь или beginner, то вы за два месяца освоите intermediate или pre-intermediate. Это не так. Это совершенно не так. Вот, например, табличка по тому, сколько часов нужно на освоение того или иного уровня. То есть, от 90 до 100 часов это A1 elementary. На A2 у нас ждет 180-200 часов. И даже если мы обратимся к тому же самому Cambridge, мы увидим, что на один уровень нужно от сотни до двух сотен часов. В уровнях типа от A1 до A2 это может занять 100 часов или 150. Но уже дальше мы видим, что это занимает намного-намного больше. Один уровень можно перескочить за два-три месяца. Но это, к сожалению, не так. Это как раз таки то, о чем я говорил про Марию. Она не совсем в материале, она не совсем в контексте того, сколько времени нужно тратить. Потому что она не ведет живые классы и живые группы. Да, у нее есть какие-то курсы, даже есть какие-то разговорные занятия, но это, по большей части, разговорные клубы. Это не максимально простроенные уроки, в которых идет целый курс. Понимаете, курс от начала и до конца, на который вы тратите время, который вы планируете, который вы расписываете, на который вы дополнительно находите задания. У нее этого, к сожалению, нет. Именно поэтому я говорю, что Мария не совсем эксперт в этом вопросе. Да, она прекрасна эксперт в том, как сделать очень яркий образ, сделать смешные сторисы, рилзы, но, к сожалению, на этом все. Для того, чтобы владеть этими данными, для того, чтобы все это знать, нужно работать непосредственно студентами. Либо индивидуально, либо в группах. Слить за их прогрессом, слить за их ошибками. И уже исходя из этого, у тебя в голове примерно формируется какая-то там система. У Марии, к сожалению, этого нет, потому что, как я уже сказал, с группами или с настоящими людьми она работает мало. Опыта и практики ей, к сожалению, не хватает. Далее предлагаю перейти к Елене Шипиловой. И сорян, что здесь был Петров, Елене Шипиловой мне оказалось неприятно больше всех, потому что ее некоторые высказывания, они достаточно странные, мягко говоря. Во-первых, ее заявление про то, что язык очень плохо учить в группе, и разговориться в группе невозможно. Есть какая-то психологическая особенность, разница в изучении? Учим мы онлайн, оффлайн, в одиночку, в группе? Есть, конечно, особенно одиночка или в группе. В группе очень многие стесняются тех же самых ошибок. Индивидуально все-таки, когда мы с преподавателем выходим на тему, которая нас цепляет, которая нам отзывается, это все-таки более такой личный разговор получается, чем когда вас вся группа слушает. Почему мы часто не можем разговориться в группе? Потому что мы просто не хотим выносить на всеобщее обозрение свои мысли, свой взгляд на ту или иную ситуацию. Мы просто стесняемся этого. Почему мы часто не можем разговориться в группе? Это лишь в очередной раз показывает, что Елена совершенно не понимает, что такое работа в группе. Дело в том, что при использовании коммуникативного подхода ученики разговаривают в парах сами с собой. Им не нужно выкрикивать, им не нужно разговаривать там перед всеми. Это непосредственно тоже, конечно, есть. Такие издания есть как в группе, так и в парах. Учебники, которые построены на коммуникативной методике, они, как правило, построены тем, что ученики занимаются в группе, или же занимаются в парах, то бишь по два человека. И, собственно говоря, мы это наглядно видим в учебнике English File. Потому что каждое второе задание, будь то лексическое, грамматическое, разговорное, аудирование какое-то, оно практически все проводится в парах, в которых студенты обсуждают те или иные вопросы. Поэтому в некоторых аспектах задание в группах даже более эффективно, чем индивидуальное. Потому что ученик разговаривает не только с преподавателем, не только слушает преподавателя и привыкает к его речи постоянно, он каждый раз разговаривает с новым студентом и тем самым привыкая к разным фишечкам, к разным вариантам произношения. А если мы говорим о мультилингвальных классах, так это вообще просто кайф. Потому что он привыкает еще и к разным акцентам, к разным особенностям, привыкает совершенно к разным людям, которые говорят на английском языке. Поэтому то, что она говорит про индивидуальные занятия, это полный бред. И, кстати, на самом деле те самые нелюбимые школьные учебники Ирины Шихман тоже частично построены на коммуникативной методике. Не все, конечно. Например, Кузов Лев построен на ГПМ плюс коммуникативка. Какая-никакая, но коммуникативка. Далее все ее пассажи, все ее высказывания просто кишат тем, как в Европе все улыбаются и поэтому вообще сверхлюди и могут выучить любой язык. И самое главное — на улыбке. Вот я хочу привести пример. У нас был вопрос, почему, значит, я все говорю правильно, я строю грамматические корректные предложения, я даже слова правильно использую. Но меня итальянцы не понимают. Потому что эмоция в Европе играет очень большую роль. Улыбаются люди. Они доброжелательны. Нельзя сказать фразу «Спасибо, я вас благодарю за помощь» с таким каменным лицом. Считывается не столько, не столько слова и грамматика, считывается эмоция. Поэтому их все понимают, а если ты не улыбаешь, тебя никто не поймет. Я просто не понимаю, это что такое? Откуда такие данные, скажите мне? В Европе-то какие-то сверхлюди сидят, а мы здесь крестьяне, кривозубые, не можем английский выучить, потому что не улыбаемся лишний раз. Токсичные. Ну как-то это немножко странно. Причем забавно, что за весь выпуск она сама ни разу и не улыбнулась. И причем за трек вот этих ура патриотов, подводя всех под одну гребенку, я как-то немножко не понимаю. Язык по сути это, вообще-то это часть культуры, это способ знакомства с другими людьми, с другими народами. Я к чему веду? К тому, что я услышала последние все интервью, которые выходили на вашем канале, на каналах ваших коллег, в связи с текущей ситуацией. И если я слышу, что где-то очень, очень сильно сквозит тема патриотизма, вот прям вот мы все знаем, мы сами все сможем, нам никто не нужен. Я всегда хочу добавить, что скорее всего вот этот человек не знает ни одного иностранного языка, чаще всего. Потому что отрицание всего, что другое, не русское, оно, к сожалению, это такая вот коробочка, из которой ты не выходишь, она тебя очень сильно ограничивает. Потому что есть люди, которым, да, просто неинтересно учить язык, но при этом это точно такие же люди. Нормальные, абсолютно обыкновенные люди. То, что вы знаете язык или не знаете, не делает вас плохим человеком, не делает вас хорошим человеком. Это просто вы, тот, кто знает английский, там, или любой другой язык. Да и вообще, я могу принести контраргумент. Вы хоть раз слышали, как Милонов, Соловьев и Киселев разговаривают на английском? Что это легальное? Это не контролирует общественные заявления, создавая неправильную впечатление о социальной равномерной семье и традиционной семьи. Мы также можем говорить о некоторых исторических фигурах. Мы уверены, что это были ракеты Хаймарс, потому что на украинской стране говорят о том, что это был внутренний взрыв. Взрыв изнутри. Россия никогда не получила так много санкций, как у Трампа. Не единственный государственный visit к России или к Европе. И что, они теперь открыты ко всему европейскому? Ну, я здесь, знаете, немножечко готов поспорить. Просто некоторым людям это не нужно. Они живут в своей обособленной среде. Им там комфортно. Вот и все. Куча переводов фильмов, книг, весь контент. Им просто это не нужно. Кто-то в этом выпуске, не помню точно кто, сказал очень грамотную вещь. По-моему, это был Петров, кстати. Опять его цитировать буду сейчас. Да, то, что большие страны, в принципе, не учат язык, потому что они обособлены. Они в своем каком-то мире таком живут. То же самое можем сказать про Америку. Что, кстати, подтверждает Дэнни. Там не так-то много людей знают иностранные языки. Это просто не нужно, потому что весь мир разговаривает на английском. И что мы теперь хотим сказать? Что американцы какие-то неправильные? Что вся у них нация какая-то закрытая, стрёмная и тупая? Но нет, конечно. Это просто такие же люди, которые выбрали в своей жизни не изучать язык. Вот и все. Да, конечно, язык дает большое преимущество в ряде вопросов, но от этого никто не делается хуже или лучше. Ну и в конце я бы, наверное, хотел поговорить о самой Шихман, потому что ее вопросы, умение вести беседу, ну и, в принципе, вот то, что она подготовила к этому интервью, ну, это достаточно странно. Все интервью она пытается узнать, что же у нас не так, а почему нас не так учили, а почему мы не знаем английский. Кто мы? Перечисли мне, кого ты здесь видишь, а? Поехавший, бля. Хотя сама она, по сути дела, вообще не в материале и даже не представляет, как выглядят современные учебники. И как, в принципе, сейчас ведется современное преподавание. Подготовки к этому интервью абсолютной ноль. Те, кому надо, учат. Те, у кого есть мотивация, учат. Достигают определенных результатов. Даже те, кто занимается в школе, учат. Те, кто на курсах, учат. И у них получаются. Да и почему вы этот вопрос задаете людям, которые вообще никак не связаны со школьным образованием? Скажите, сколько лет Петров в школе отработал, а? А Мария Батхан? А Ирина Шипилова из Чехии? Или Дэнни из Америки, который работает на SkyM? Сколько они отработали в школе? Из них из всех, по-моему, только Батхан какое-то количество времени отработала. Но это было давным-давно. И я скажу честно, мне очень понравилась первая часть ответа Батхан на этот вопрос. Мол, типа, да отстаньте вы от учителей. Я даже скажу, да отъебитесь вы от учителей. Ну, ё-моё. Ну, что они вам сделали-то такого, а? Да, действительно, есть недобросовестные учителя. Есть такие. Ну, кто спорит? В любой профессии есть недобросовестные. А из-за того, что в России крайне маленькая зарплата, ну, и подумайте, будет ли профессионал, который тратит огромное количество времени на обучение, идти в школу за 23 тысячи рублей, как, допустим, работал я. Да, конечно, вы можете потом работать чуть дороже, там, и 50 тысяч зарабатывать. Но всё равно это мало. И чтобы вы понимали, какое-нибудь повышение квалификации международное, типа Делты, стоит 200 или больше 200 тысяч рублей. Селта, которая, по сути дела, тоже достаточно полезная, но я бы не сказал, что она прям всем необходима. Она стоит тоже каких-то послосновных денег больше 100 тысяч рублей. Ну, и кто? И вот на повышение такой квалификации преподаватели могут идти? А? Ну, то есть, вот могут. Вторая проблема – это огромный класс, потому что вы, наверное, знаете, что английский делится по группам, да? И то с нынешними классами в группе бывает по 10, а то и по 15, по 20 человек. А иногда он вообще не делится. У меня, например, был класс, в котором было 23 человека, и я вел английский у всего класса. Приятное это удовольствие? Нет – неприятное. И при всём при этом, используя даже коммуникативную методику и пытаясь держать дружелюбную атмосферу в классе, вы не можете так вот сделать урок, потому что некоторые ученики настроены к вам достаточно агрессивно. Ну, как, в принципе, ко всем предметам. Один вот так к себе внимание обращает. А рычагов у учителя нет. Он ничего сделать не может. Выгнать не может. Поставить двойку не может, потому что потом его задрочат директора и завучи, что мол, что-то нам статистику портит. Нельзя двойку ставить. Целый год ничего не делал, в досу ковырялся, тебе уроки срывал. Конечно, о каком тогда образовании может идти речь? И то, несмотря даже на это, несмотря на все эти трудности, огромное количество учителей, они стараются, они пытаются, они пытаются сделать свои уроки очень интересными и грамотными. Они пытаются работать и давать ученикам иностранный язык. Но их вы не спросили. Вы спросили тех, кто к школьному образованию никак не относится и которые об этом знают совершенно ничего. Учителям, может, были бы и рады и поставить произношение, и подготовить к интервью, и то, и другое, и пятое, и десятое. Потому что, ну, если вы не знаете, не все сдают ЕГЭ. У меня, например, в классе, когда я работал в десятом классе, у меня никто ЕГЭ не сдавал из моей подгруппы. Я мог делать что угодно. Так я и делал что угодно. Я с ними разговаривал, я строил такие уроки, чтобы они общались, чтобы они выступали, доклады какие-то рассказывали. То есть я делал такое. И поэтому у некоторых челей у них, да, у них есть свобода выбора. Из-за маленькой зарплаты, из-за перегрузок, из-за бумажной работы, из-за того, что каждый раз найдется какой-нибудь чудик, который будет срывать тебе урок, как бы ты его не пытался заинтересовать, или как бы ты не пытался с ним сработаться, ну, не получается. Вот такая вот проблема школьного образования. Да, действительно она есть. Это одна из самых основных и сильных проблем. Огромные, огромные классы, в которых совершенно невозможно работать. Большинство учителей, по сути дела, просто жертвы в этой системе. Вот и все. Хотя и спорить не буду. Попадаются и конченые мрази, которые даже и предмет свой не знают. Тут, к сожалению, такое бывает. Далее. Мне очень нравится ее риторика. Вот такие вот подобные вопросы. Это вот выдает тебе вот ту интервьюера-профессионала. Я очень часто слышала такую вещь, что в советских школах, хоть и учили иностранным языкам, ну, вот был там английский, немецкий, я знаю, выбор, но их учили нас так, чтобы мы их точно не знали. Типа это была какая-то КГБшная, специально вот навязанная, я не знаю, система образования. Учитывая сегодняшние законы, появляющиеся в России, с каждым днем просто, что опять нельзя общаться с иностранцами, там уже профессорам это пытались каким-то образом, что если ты там вроде пообщался с иностранным ученым, то ты передал какие-то секретные сведения. Из-за сегодняшней сложившейся геополитической ситуации, войны и с тем, что у нас теперь есть список недружественных стран, и дальше, скорее всего, это будет еще усиливаться. Как вам кажется, мы вернемся опять к тому же самому? Кто-то где-то что-то сказал, кто-то где-то она там услышал, что-то где-то КГБшники, там что-то какого-то профессора, что-то там запретили. Ну вот, ну реально, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот правда. Ну вот, ну это же логично, правда? Вы делаете в школах предмет, и делаете специально его так, чтобы никто, собственно говоря, его не выучил никогда. Ну вот, вот, ну вот такая вот, ну вот, вот, вот хитрость такая вот. Ну вот, нельзя же просто не преподавать, значит, предмет. Зачем он вообще нужен тогда? Если вы не хотите, чтобы люди знали английский, там, или немецкий, не преподавайте вообще. Это, это, это все, это все, это все вот выдумки твои, ты дебил. КГБшники стояли с автоматами, когда в министерстве образования писали программы. Это вот все из-за этого. И мне очень нравится ответ, который вообще никак не связан с вопросом. Войны и с тем, что у нас теперь есть список недружественных стран, и дальше, скорее всего, это будет все усиливаться. Как вам кажется, мы вернемся опять к тому же самому? Я практически уверена, что да. Нам нужно в данной ситуации уметь быстро входить в любой иностранный язык, в котором вы оказываетесь. Особенно это актуально и для беженцев, которые сейчас здесь оказались, и меняют страну в зависимости от того, как складывается там жизнь или не складывается. Она задает вопрос, ответ да, конечно. И просто какую-то, какую-то просто лишь бы сказать, какую-то чушь просто начинает говорить про то, что быстро вливайте в языковую среду, что к чему, о чем речь. Просто как будто слепой с глухим разговаривают, честное слово. Так что после всего разобранного у меня всего лишь один вопрос. Как гости относятся к науке в целом? Где хотя бы одно научное высказывание? Что нам рассказал научного Дэнни? А что нам рассказал научного Петров, кроме своих выдумок? Или Мария Батхан рассказала что-то научное про то, что долгосрочную память нужно чистить? Это что? Да вот в том-то и дело, что никак. Ирина Шихман просто позвала людей, которые популярны, у которых больше всего подписчиков. Петров самый популярный на Ютубе, Батхан в Инстаграме, у Шипилова там дофига курсов, ну и еще у нас есть какой-нибудь какой-то американец-состранец, который тоже там что-нибудь расскажет про науку. Ни одного толкового ответа, связанного с наукой, мы не услышали. А все почему? А все очень просто. Ирина Шихман обыкновенный конъюнктурщик. Она идет по пути популярного. То, что популярно, то и правильно. Там что-то разбираться, там прочитать какую-нибудь статью, которую читать-то не так долго, там полчаса условно ее прочитать, чтобы понять, что Дмитрий Петров это не профессионал, это не полиглот, не лингвист. Посмотреть парочку обзоров, посмотреть людей, которых рекомендуют действительно, с которыми действительно нужно и интересно общаться. Это нам не надо, это мы все делать не будем. А почему? А потому что просмотров не соберет. Ну не набегут петровские боты и начнут написывать и дизлайкать комментарии про то, какие эксперты неудачные в этом выпуске. Нет, они будут писать про то, какой Петров классный. И будут поднимать все эти комментарии вверх. И как будто бы выпуск получился классным. Никто не обосрался за первые пять минут ролика. Назвав все это наукой и рассказав про авторские методики. Пригласив на передачу человека, который вообще не понимает, как нужно преподавать. Я, честно говоря, не знаю. Мне так многие писали, что, мол, я в ней разочаровалась. Это, конечно, радует, что наконец-то люди увидели, что вообще Ирина Шихман себя представляет. Для меня лично после видео с Пивоваровым, ну, все типа было очевидно, что там, ну, там, ну, ни о каком профессионализме речь не идет. Вообще ни о каком. Но я рад, что люди начали сомневаться в праведливости ее прошлых интервью. И более того, такое чувство, как будто пригласить больше некого. Да, они не такие популярные. Да, у них нет миллиона подписчиков. Да, они не будут рассказывать какие-то бредовые истории, а будут ссылаться на какие-то исследования. Но, тем не менее, это будет действительно интересный диалог, и люди будут действительно в теме. Кого? Да, пожалуйста. Вот, я сейчас начинаю читать, и тут вылазит Инстаграм, который запрещен в России, да, и вылазит YouTube. Погнали! Полина Кордик, Юля Toyful English, Марина Горская, Светлана с Инстаграм-аккаунта EdSvet English, Сообщество Teachers Teach Teachers, Сообщество Teach Win English, Лиза Like What English, Дарья Гладких, Дэн и Алекс Калвер, Cup of ELT, ELT Таня, которая, между прочим, имеет два модуля Делта, и до сих пор работает в школе. Она готовит детей к экзаменам, она прям в теме всех учебников, всех пособий, всего. Вы позвали Петрова. Ну вот я просто не понимаю, ну просто огромное количество профессионалов, у которых, да, не очень много подписчиков, но они достаточно известны в своей области, то есть в нашем ELT комьюнити, они достаточно интересны. Если вы хотели познакомить читателей своих, зрителей с интересными людьми, которые разбираются в преподавании странных языков, надо было звать их. Надо было звать людей, которые в этом разбираются. У Светланы это цвет English, вообще у нее кандидатская, у нее кандидатская степень в педагогике, и сейчас это будет защищать PHD в Америке. Ну просто, ну вот, это, это настолько, это, это настолько, это настолько профанский, непрофессиональный выпуск, что у меня просто горит, и у всего ELT сообщества жопа разорвалась просто до небес. Ну потому что такое было сделать, ну это я не знаю, прям постараться надо было. Очень надо было постараться, чтобы не привести ничего научного в целом выпуске. Ну вот как? Ну как? Ну хотя, что я там задаю вопрос, конечно, понятно, к этому надо было подготовиться, изучить их деятельность, немножечко покопаться в каких-то способах изучения языка, хотя бы, ну вот не на поверхности из-за изряда, а вот, вот вы что думаете, алкоголисты выпьешь, это что, вот лучше будешь разговаривать, нет, да? И то, даже если бы вы ответили, задали бы Полине Кордик такой вопрос, она, между прочим, в своем посте ответила прекрасно. Да, про ГКБшников тоже, конечно, вопросов не задашь, потому что люди такие, типа, а я вообще куда пришел, это точно, ну как, что это точно, туда, это точно интервью какое, точно про науку разговариваем, или это какие-то выдумки. Да, такого, к сожалению, мы не увидим. Но, как я уже сказал, если вам интересно узнать чуть больше о преподавании, о том, какие языки учатся, подписывайтесь на этих людей, которых я сейчас озвучил, я их в ссылочки все вставлять, конечно не буду, потому что я замучаюсь, но вы можете делать крин и подписываться на их социальные сети, запрещенные, разрешенные, потому что люди действительно профессионалы своего дела, люди знают, что делать, люди до сих пор преподают, у них преподавательский опыт, у них огромный стаж, они следят за методиками, они следят за технологиями, они следят за конференциями новыми. В общем, короче, настоящие профессионалы своего дела. Никто вам там про 50 языков и про стирание долгосрочной памяти говорить не будет. Так что ладно, на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком easy. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok